Трансляция с утренней молитвы. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. За колбову, за кровь, Я тебя благодарю За воскресенье Твое, За победу Твою. Аллилуйя! За колбову и за кровь. Благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе. Аллилуйя! Доброе утро, братья и сестры. Доброе утро. Милость Господня обновляется сегодня. И благоставляю сегодня всех вас, возлюбленные братья и сестры, именем Господнем, именем сладчайшего нашего, искупителя нашего, возлюбленного нашего, Иисуса Христа, сладчайшего Иисуса, как вот в православной традиции мы называем его, потому что вот Акафист, самый, наверное, такой, очень трогательный, самый такой нежный, написанный по отношению как раз к Господу нашему, к Иисусу, именно он так и называется, Акафист Иисусу сладчайшему. Спасибо Господу за все. Ты самый сладчайший, ты самый замечательный, ты самый, 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 самый ненаглядный. Спасибо Тебе, Господь. Я хлеб живой, он говорит в 6 главе от Иоанна, с 51 стиха читаю. Я хлеб живой, сошедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь мы Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим, за все мы благодарим, за Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим, Благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Иегова, Творец неба и земли, Отец мой. Благодарю Тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Господь мой, Искупитель мой, брат мой, друг мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, за все я благодарю, за все я благодарю, Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю, Благодарю, Я Тебя, Благодарю, Я Тебя, мой Бог, люблю, и за все благодарю. Слава Тебе, Господь, слава Тебе и хвала, Аллилуйя, благосновен Господь, Бог наш, Царь всей Вселенной. Аллилуйя, Аллилуйя. Читаю далее из 6 главы от Иоанна эти трогательные слова. Люди рассуждали, люди задумывались над словами Иисуса. Многим, очень многим они казались странными, да они и сейчас, кажется, странными, спустя два тысячелетия. Действительно, человеческому уму непостижимы, и ангельскому тоже непостижимы. Только имея ум Христов, только любовь может это осознать, принять, понять. Да, человеческая душа, разум не могут вместить невместимое. Единственное, что в человеке, что может вместить максимально, вместить вот это невместимое, это любовь. Она может больше никак. И вот люди говорили, как он может дать нам есть плоть свою. Действительно? Спасибо тебе, Господь. теологи всего мира, всех конфессий, всех динаминаций, всех ветвей христианства, православные, католики, протестанты, собери всех теологов на земле, какие были, есть и будут, не смогут это объяснить. Они пытаются два тысячелетия, и пытались, и пытаются это сделать, но не могут. Потому что единственная теология, которая может объяснить это, это любовь. Единственная теология – любовь. Иисус сказал им, ну и сегодня всем нам и всем людям говорит «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем. Как послал Меня Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Эти слова, прозвучавшие в синагоге в Капернаоме, они потрясли современников. Эти слова и через два тысячелетия, да, и два тысячелетия спустя, они потрясают, они восхищают, удивляют, ставят в тупик и окрыляют. Очень странные действия, разные, различные действия производятся в сердцах человеческих, слышащих это слово, в каждом из нас. Спасибо тебе, Господь. Братья и сестры, ваше внимание хочу сегодня обратить на то, что записано в 57 стихе в 6 главе Иоанна. Иисус, он говорит, что Бог послал его. Иисус признается честно, он это сказал там в Капернауме в синагоге, выступая, ему дали слово в этом собрании. Иисус в синагоге сказал, что он живет отцом, который его послал в этот мир. Как послал меня живой отец, и я живу отцом. Живой отец, и он живет отцом. И он дальше вот, это спасибо тебе, Господь. И он дальше сказал, что так и едущий меня жить будет мною. удивительная правоприемственность веры, любви и надежды. Настоящая правоприемственность любви. он живет отцом на этой земле, будучи послан. Да, Иисус это честно сказал, Иисус заявил это в синагоге, на самом деле, что его послал Бог. слава Богу, Роман пишет здесь, шалом, доброго ранку, гарного дня, слава Иисусу Христу, благослови вас Всевышний за ваши молитвы ранковые, и что мы можем подключаться до вас в молитвах, піснях. На славу Господу. Аминь, аминь, аминь. Дякую, брата, дякую. Бога благословит, 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 благословит. Аллилуйя. Чемные диты Божьи. Аллилуйя. Послушные детки Бога. Самым Чемным, самым таким послушным был сам Иисус Христос. Сам Иисус Христос. Он сказал, что Бог послал его Отец, и он живет Богом. Он живет Богом. Он жил на этой земле, да, ходил по этой земле, многое что совершал на этой земле, но он жил Богом, он жил Отцом, жил Отцом его жизнь, вкушая Отца, вкушая жизнь постоянно, стараясь не просто о пище тленной, нет, а о пище нетленной, пища нетленная была, ну, так сказать, людям, многим верующим тогда, ученикам, лишь приоткрываемо. Но здесь он точно сказал, что как я как бы вкушаю Отца, да, кушаю живого, жизнь его, и я живу на этой земле, да, вкушая Бога, так и вы будете вкушать меня, вкушать тело, кровь мои. И конечно, здесь говорится и о, в том числе, конечно же, в нашем церковном таком понимании, христианском понимании, двухтысячелетнем уже понимании, говорится о Таинстве Евхаристии, хлебопреломлении, причастии, которое сейчас мы совершим здесь онлайн, так вот, в этой трансляции, поэтому приготовьте себе тоже хлебушек, у меня есть вот ржаной хлебушек есть, есть вот, я взял себе такие вот печенюшки сегодня, вот, приготовил себе компот у меня здесь, вчера сварил яблочный, когда есть возможность, вот, к шабату я как раз приготовил сок уже, вот, слава Богу, и знаете, некачество хлеба сейчас, какой у вас будет сейчас хлеб, причастие ржаной, вот у меня здесь, вчера покупал украинский хлеб, очень вкусный даже вот, ржаной хлеб есть у меня здесь, вот, неважно какой ржаной хлеб, кшеничный какой, квасный, бесквасный, ну, если чисто законически подойти формально, то правильно, конечно, бесквасный пресный хлеб, значит, виноградный сок мы используем, да, при возможности, но если просто даже у вас сейчас хлеб и вода, сухарик какой-нибудь, допустим, хлебушек и вода, просто вода, то, знаете ли, не это важно, важно, что вы действительно притещаетесь телом и крови Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, тело и кровь Его, это не просто хлеб и вино, это не просто обряд, традиция, это жить им, жить Иисусом, доколе Он придет, доколе Он вернется, мы совершаем таинство этой Евхаристии, хлебопреломления, причастия, рассуждая о теле и крови Иисуса Христа, Аминь. Оксана пишет, говорит, добрый ранок, да благословит вас Господь за ваши дела, дякую, сестра, дякую, хай Бог Рясна благословит вас и ваш Дим, Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо тебе Господь за все, благодарю тебя, благодарю тебя, Боже всемогущий, благодарю, размышляя сегодня, рассуждая о теле и крови Твоих, Боже, я благодарю тебя этим утром за то, что кровью Твоею святой я спасен, жизнь Твоя во мне, Ты Христос и Иисус, живой во веки, и Альфа, и Омега, и начало, и конец, Ты живешь во мне, а я в Тебе. Благодарю тебя, мой Бог и Царь, благодарю тебя за Таинство Евхаристия, за хлебопреломление, за причастие, Боже, когда я снова и снова рассуждаю о теле и крови Твоих, снова и снова я рассуждаю о великой жертве Твоей, что искуплен я, спасен, исцелен, благоставлен всеми благословениями небес, через кровь святую Твою, через кровь Агнца Божьего и Иисуса Христа. Я спасен. Абсолютно, совершенно. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя, спасибо. Силы тьмы трепещут, они побеждены, дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенное спасение, спасение через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа. Спасение через кровь Христа. Жизнь моя вечная, бесконечная, благословение все через кровь Христа. Спасение через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа. Силы тьмы трепещут, они побеждены. Аллилуйя. Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенное спасение, спасение через кровь Христа. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную, дар Твой. Прощение, исцеление, благословение. Благодарю Тебя, мой Бог и Царь. Благодарю Тебя, Господь, возлюбленный, ненаглядный. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебя. Спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя. В этот утренний час, прочитав слова из Евангелия Таана Записанные Иоанном Те слова, что сказал Иисус в Капернауме, в Синагоге Сегодня перед хлебоприлавлением и во время этого причастия Сегодня тело крови Иисуса Размышляю об этой жизни И вот в особенности над этим стихом, 57 стихом, где он говорит 6 главы Иоанна Что, как послал меня живой Отец, и я живу Отцом Так и идущий меня жить будет мною Жизнь вечная, бесконечная Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе за все Благодарю тебя, Святой, Великий Бог наш Благодарю тебя за Слово Твое, которое есть истина Благодарю тебя за действительно чудо Твое, жизни вечной Благодарю тебя за победу Твою, за тело и кровь Твои, которыми мы искуплены от суетной жизни Благодаря нам от отцов Благодарю тебя за то, что сегодня, спустя два тысячелетия, мы снова и снова, вновь и вновь, паки и паки, мы, Боже, воспоминаем великое чудо, спасение, которое ты совершил на Голговском кресте, кровью своей честной Своей святой кровью искупил нас Спасибо тебе, Господь И сегодня эта жизнь, она проистекает в нас и через нас далее и далее Слава тебе, Господь Благословен Ты, Царь всей Вселенной Благословен, Господь, Бог наш Благодарю тебя за тело Твое и за кровь Твои, за жизнь вечную, которая во мне, верующим в сердце, любящим Тебя Ты живешь во мне, а я в Тебе Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы Иисуса Христа, Агнца Своего Отдав на крест, на смерть И Ты воскресил Сына Своего Бог Святой Нашего ходатая пред Тобой Посредника, великого первосвященника Ты воскресил для нашего оправдания Чтобы всякий верующий в Тебя не погиб Но имел жизнь вечную Благодарю Тебя, Господь и Бог мой Святой, Великий Бог Спасибо Тебе, Господь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Я вкушаю Тело и кровь Твоей Я принимаю Это спасение Это прощение Это исцеление Это благословение Боже, я вкушаю Тело и кровь Твоей Я размышляю О великой тайне спасения Я вкушаю Тело и кровь Твоей Чтобы жизнь Твоя во мне И проистекала Через меня Как верующего человека Боже Благословляет Все вокруг Твоя любовь Бесконечна, Господь Твоя любовь Действительно Она Человеческому уму Непостижима Спасибо Тебе, Господь За жизнь мира Ты отдал свою жизнь И кровь Твоя, святая Она Пролита была Не напрасно За меня Кровь Христа Иисуса В аминь Кровь Христа Омыла меня Спасла меня Спасибо Спасибо Спасибо, Господь Спасибо Спасибо, Святой Спасибо Спасибо Любовь Христа Безмерно Велика Начала Нет И льется Как река И как волна Лапзает Берега И глубока Светла И широка И если б не было Любви Любви Христа Мы б не смогли И иметь надежду Вечно жить И как спаситель Всех людей любить Приди Скорей Скорей Тебя Он ждет Давно Стоит У каменных Ворот Стучит К тебе Открой Уже Пора Прими Любовь Без злата Серебра И если б не было Любви Любви Христа Мы б не смогли И иметь надежду Вечно жить И как спаситель Всех людей Любить О, если б знал Живущий на земле Любовь Христа Лишь ею дышат все И если б Бог Любовь отнял на миг То этот мир Давно б уже погиб И если б не было Любви Любви Христа Мы б не смогли И иметь надежду Вечно жить И как спаситель Всех людей Любить Люблю тебя Господь мой Спасибо тебе Господь Спасибо Благослови мои Братья и сестер Сейчас Боже Благодарю тебя За Таинство Совершенное Сегодня Боже Этим утром Милость твоя Обновилась Боже Обновляется Милость твоя Каждое утро Боже Всебогущий Благодарю тебя За то Благодарю тебя Святой Великий Бог Наш Благоставляю вас Братья Сестры Дорогие мои Благоставляю Именем Господнем Именем Иисуса Христа Благоставляю И слова эти Что вначале читал Вновь прочту Из Евангелия Атеана 6 главы 51 стиха И далее Слова которые Иисус произнес В синагоге В Капернауме Выступая в синагоге Он сказал Действительно Великое слово Которое потрясло Умы Это слово Эти слова Его Они и сейчас Спустя Действительно Два тысячелетия Они потрясают Нас Своей глубиной Своей тайной И за два тысячелетия Эта тайна Она раскрываема была И раскрывается Все более и более И наше богословие Самое истинное Богословие Это любовь И любовь Это и есть Богословие Богословие По-настоящему Истинное Правдашное Не по-нарожку А по-правдашному Если говорить Что это Любовь И только лишь Любовь Это и есть Богословие Братья Сестры Это правда Чем больше изучал Науки Богословские Читал сотни томов Различных Богословских Разных Отцов Церкви Сегодня Вот Уже больше 30 лет Являюсь священнослужителем Православным На сегодняшний день Я четко Это осознаю И говорю Всем Что Настоящее Богословие Это Любовь Я в церкви В прошлое воскресенье А позапрошлое В прошлое Я был Прошедшее воскресенье Я был На служении Во Львове А позапрошлое Воскресенье У нас в церкви Здесь в Киеве Проповедовал Трансляция Там есть Сохранилась Была трансляция Велась И она сохранилась Можете посмотреть Если что Там и Кифа выступал Тоже Вот Со Львова Епископ наш Он был как раз В Киеве В те дни В Иванкове В Киеве Вот И знаете Друзья Я там пример Привел Один На проповеди Воскресной С Израиля У меня там В социальных сетях Много Друзей На фейсбуке С Израиля И там Некто Написал Одну историю Которая Произошла Да Какая-то сестра Произошла На ее глазах Вот Такая печальная история Там Были Котятки Ну я рассказал Эту историю В церкви Были котятки Ну такие Маленькие еще Совсем котятки И большая собака Подбежала Бойцовская такая Ну серьезная собака И Ну подбежала Очень агрессивно К этим котяткам Явно Хотела их Ну просто там Убить там Ну бойцовская Собака Как правило Ну вот так вот Еще если хозяин такой Неродивый То Ее уже хлебом Никак не дай убить Что-нибудь Кого-нибудь И она подбежала Чтобы этих котят Просто убить Значит И вдруг Откуда ни возьмись Была рядом Оказывается кошечка Просто она была Где-то в стороне Наверное И она здесь увидела Что на ее детей Значит Кинулась вот эта Псина здоровая И эта кошка Она Выскочила вдруг Значит И такая Ну Вообще Ну Никакая кошка Ну там Ладно Есть там Какие-то красивые Кошки там Вот А это такая Какая-то тощая Какая-то такая Вообще Ну Никакая Некрасивая Вот И она так Кинулась на эту собаку Простая кошка Обычная Нездоровая какая-то Котяра Знаете Вот Простая тощая Кошка маленькая Кинулась на эту собаку И прям в морду И вцепилась Всеми когтями Что у нее были Все что у нее было Она все это Вцепилась в эту собаку Вот И Настолько сильно она вцепилась Невероятно Даже вот там Люди удивились И она Ну как бы Ну собака убила Эта кошка Она перекустила ее Там значит Но Для нее это вообще Пустяк был Эта кошка Но Эта кошка Так ее все Рассарапало Сильно Невероятно Что у собаки Вся морда в крови была Она так Завизжала Так страшно И убежала Вот Котятки были спасены Эти подростки Эти вот Котятки Которые там были Они были спасены Ценой жизни этой кошки Мама спасла их Вот И Я прочитал ту историю Я так подумал Думаю Надо же Вот эта кошка О Боге О Создателе Нашем Она знала Больше чем Сотни и сотни Богословов Написавших Сотни и сотни Богословских Трудов Исследовавших Природу Бога Потому что Настоящее Богословие Это любовь И только Наш ум Человеческий Наша душа Наше сердце Наш ум Наш разум Он Скажу так Наш разум Он Не только Человеческий Но и ангельский Безусловно И человеческий И ангельский Не способны Принять эту Божью любовь Осознать В полном объеме Будем так говорить Осознать эту Божью любовь Не способен Бога понять Всю жизнь Мы Земную свою Верующие люди Постигаем Бога И Кифа Тоже на служении Хороший привел Пример Очень даже Из Рассказов О древних отцах Про Афанасия Великого По-моему Или про кого-то Еще Там Много Разных Примеров Таких Есть Схожих Из жизни Отцов Церкви Один шел Богослов Пытаясь Понять Осознать Тайну Троицы Отца Сына Святого Духа Тогда Когда формировался Этот догмат В церкви Он шел И размышлял Об этом И Вдруг Увидел Такую историю Такую Картинку Он шел По берегу моря Размышляя О божественном Размышляя И думаю Как же еще Можно это Осознать Понять Лучше Вот эту тайну Бога И Раскрываемую Такую В новом завете Так вот Таинственно Нечетко Неконкретно Но От этого Еще больше Вопросов Возникает Вот И значит И он шел По берегу моря Размышляя И вдруг Видит Маленькая девочка Выкопала Недалеко От берега Прямо От кромки От берега От воды Ямочку И Каким-то там Не знаю Чашечкой какой-то Из моря Черпает водичку Туда Приносит И переливает Снова бежит Черпает водичкой И переливает В эту ямку Выливает И снова бежит Черпает И выливает В ямку И так много раз Она делает Ну Он увидел Это издалека Еще Подошел Девочка Все бегает Бегает И говорит Девочка А ты что делаешь Вообще Она говорит Как что Я хочу море Вот это Вот сюда Сейчас в эту ямочку Перелить Все Все море Туда Думает Глупая девочка И он сказал ей Этот богослов Слушай Ну А не глупо ли Ты занимаешься И как это Можно это море Вот сюда Сейчас в ямочку Перелить И вдруг Эта девочка Обращается к нему И говорит А не глупее ли Размышлять О том Как можно Бога Бесконечно Безграничного Осознать И поместить Во временное В человеческий разум И Ну как бы там Она как-то Серьезно так сказала И исчезла Ну это Бог Ангела послал На самом деле Проговорил Через эту девочку И когда она исчезла Тот Богослов Осознал Что да Какой же он глупостью Занимается Знаете ли Прошли уже Многие столетия После этого разговора Больше полтора тысячелетий Прошло А до сих пор Все эти наши Глупые разговоры Они продолжаются Написано После этого Тысячи тысячи томов Люди спорят Бог Он Единица Или двоица Или троица Ну большинство христиан Согласились с тем Что троица Такие Или больше ипостасей Или вообще Ипостась его Это вообще Проявление его Это Весь этот мир Много разных Воззрений есть На природу Бога Но на самом деле Все богословие Ой Богословов Порой Яйца выеденного Не стоит Как спор Лилипутов Помните да В той сказке Спорящих между собой Для Гулливера Это было так глупо Они спорили С какого страны Там бить яйцо С тупого конца Или с острова И войну друг друга Объявили И бились Между собой Сражались Идейно И на поле брани Вот Но Наши все богословствования Богословские Уже Два тысячелетия Без малого Продолжающиеся Они Еще более глупо Выглядят С позиции Вечности Даже глупее Чем Спор тех Лилипутов О том С какой стороны Бить яйцо Дамы и господа Единственное Богословие Которое Действительно Богословие С большой буквы Является Это любовь И только лишь Любовь Есть Богословие Потому что Бог Есть Любовь Дамы и господа Я хлеб Живой Сшедший С небес Едущий Хлеб Сей Будет Жить Вовек Хлеб Который Я дам Есть Плоть Моя Которую Я отдам За жизнь Мира Истина Истина Говорю Вам Если Не будете Есть Плоти Сына Человеческого И пить Крови Его То Не будете Иметь В себе Жизни Ядущий Мою Плоть И пьющий Мою Кровь Имеет Жизнь Вечную И я Воскрешу Его В последний День Ибо Плоть Моя Истина Есть Пища И Кровь Моя Истина Есть Питье Ядущий Мою Плоть И пьющий Мою Кровь Пребывает Во мне И я В нем Как Послал Меня Живой Отец И я Живу Отцом Так И ядущий Меня Жить Будет Мною Сей То есть Хлеб Сшедший С небес Ядущий Хлеб Сей Жить Будет Вечно Вовек Вот Рассказав Пример Вам Из Израиля Описанный Про Гибель Той Кошечки Которая Спасла Котяток Ценой Своей Жизни Расцарапав Пившись Когтями Во врага Который Хотел Убить Ее Детей Я Сказал И в церкви Тоже Это Что Богословие Кошечки Оно Намного Более Богословское Нежели Богословие Тысячи Тысяч Богословов Написавших Тысячи Тысячи Богословских Трудов О Боге Она знала Больше Чем Многие Из нас Нет Больше Той Любви Не Существует Друзья Мои Бог В нас А мы В нем Великая Тайна Веры Которая Раскрывается В нашей Жизни В нашей Вере В нашей Жизни Спасибо Богу За все Благодарю Создателя Сегодняшним Днем Благоставляю Весь Мир Растительный Здесь Под окнами У меня Парк Киота Благоставляю Парк этот Благоставляю Украину Благоставляю Всю нашу Страдавшуюся Планету Благоставляю Весь мир Животный Благоставляю Потому что Вся тварь Стенает И мучается И животные Растительные Миры Страдают И мучаются Ожидают Откровения Сынов Божьих За два Тысячелетия Постепенно Очень Мало По малу Раскрывается Это Откровение Я жду И молюсь О том Чтобы это Откровение Сынов Божьих Сегодня Раскрылось Много Больше Раскрылось Это Откровение Сынов Божьих А наипаче Благоставляю Весь мир Человеческий Кому Много Доносства Больше Спросится И Кто больше Понимает Тот больше Страдает И больше Страдает Конечно Сам человек Гому Сапиенс Хотя Гому Это понятно А вот Сапиенс Это Под вопросом Еще Гому Ролигары Человек Религиозный Человек Разумный Но очень Важно Чтобы Божий Человек Я благодарю Бога Всемогущего Что есть Новый Адам Разозначальник Нового Человечества Сам Иисус Христос Спаситель Наш И Бог Во Христе Примирил Собою Весь Мир Не вменяя Людям Преступлений Их И дал нам Слово Примирения Аминь Благоставляю Вас Братья Сестры Дорогие Друзья Именем Господа Иисуса Христа Именем Его Любви Да Благословить Тебя Господь И сохранит Тебя Счастливы Любите И будьте любимы Во имя Господне Аллилуйя Из города Киева С нашей Киевской Архиепископией Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Божьей Милостем Архиепископ Сергей Журавлев Аминь 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 И Роман Благослови Господь Гарного дня Аминь Дякую Дякую Хай Бог Рясно Благословит Аллилуйя Аллилуйя Сегодня прекрасный Солнечный день Уже солнце Поднялось В Киеве Аллилуйя Иисусу Слава Иисусу Слава Луна Еписня Нацхилам И Днепра Иисусу Слава Иисусу Слава Спевает Вильно Украина Аллилуйя Аллилуйя Вся земля Так довго На цей день Чекала Коли лине З неба Чистий Сильний Дождь Коли Солнце Правди Порозвонить Хмари Коли Пісню Щастя Заспіває Хтось І цей день Нарешті До нас Увірвався Він Приніс нам Віру В світле Майбуття Через свого Сина Всемогутній Батько Нам дарує Ріки Україна Люди України Піднімайте Руки Прославляйте Сина Він Єдиний Бог Він Своєю Кров'ю Розірвав Кайдани Він Достоин Слави Ісус Христос Ісусу Слава Ісусу Слава На віки На віки На віки Нарешті Аллилія 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 Аллилія